Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше занятие с программой PowerPoint. На прошлом занятии мы поставили фон на наш слайд. Сейчас мы с вами будем делать надпись. И так как я подобрала картинки о школе, ну и тема презентации первый раз в первый класс. И мы сделаем надпись. Чтобы сделать надпись, мы идем во вкладку «Вставка». Нам предлагается два типа написания надписи. Но так как это вот простая надпись, а вот эта красочная, называется WordArt. И здесь я выбираю стиль. Так, нам надо выбрать поярче. Ну, давайте попробуем вот этот, как будет смотреться. Дело в том, что все можно поменять не один раз. Итак, смотрите. Я нашу надпись могу перемещать по нашему слайду в любой его уголок. Ну, вот так поставим. Но дело в том, что этот размер очень большой. Я его выделяю. Иду во вкладку «Главное». И вот здесь нам предлагается редактор. И стоит шрифт «Колибри» по умолчанию. И размер 54. Ну, естественно, нам такой размер не нужен. Давайте мы его уменьшим. Поставим. Ну, вот так вот. Теперь данную надпись мы удалим. Нажмем на кнопочку «Делет». И будем писать свою надпись. Пишем первый раз. Надпись мы сделали. И вторую половинку мы делаем таким же образом. Идем во вкладку «Вставка». «WordArt». И выбираем стиль. Кстати, можно стиль выбрать и другой. То есть половинка фразы будет написана одним стилем. Вторая половинка будет написана другим стилем. Но мы сделаем один. И поставим где-то примерно вот здесь. Дело в том, что это все можно перемещать в процессе работы. Удалять. Заменять. Итак, идем во главную. И поставим размер. У нас 40. Удаляем. И пишем первый раз. Первый класс. Итак, надпись у нас готова. Здесь можно было поставить первой цифрой. Но я сделала словом. Итак, сейчас мы будем работать с нашими фразами. С нашей надписью. Что мы можем сделать? Смотрите, как только выделила эту фразу, у нас появилась вкладочка «Средства рисования». Что здесь можно сделать? Можно выбрать вот такой стиль. То есть у вас ваша фраза... Давайте я ее вынесу вот сюда, чтобы видно было. Что ваша фраза будет на каком-то типа планшета, что ли. Или баннера, как назвать. Здесь уже все зависит от вашего желания. Можно и вот таким образом сделать. Вы уже подбираете сами. Что еще можно сделать? Смотрите. Заливка фигуры. Это будет выделение всего цвета. Контур фигуры можно сделать. Это будет просто типа обводочки. Самое интересное. Это вот здесь. Так, мы ее сейчас вот сюда перейдем. Смотрите, как удобненько. Раз, перенесли и работаем. Потому что выпадает меню и мы уже смотрим наглядно, как нам работать. Здесь мы можем поменять цвет. То есть у нас вот темно-сиреневый какой-то. Мы можем поставить вот такой красный. Будет уже совсем по-другому смотреться. Можно выбрать любой цвет и можно выбрать другие цвета. Но здесь уже подборочка будет немножко по-другому и вы уже не увидите результата сразу. Поэтому давайте здесь поработаем. У нас оранжевый и желтенький у нас есть. Давайте поставим желтенький. Что еще можно сделать здесь? Можно сделать контур текста. И вот здесь можем выбрать. Смотрите. Нет, некрасиво. И это некрасиво. Можно штрихами выбрать. Давайте выберем вот темный вот такой цвет. Обведем. И еще есть одна кладочка. Вот здесь такая. Можно тень выбрать для нашей надписи. Вот смотрите. Я провожу, просто провожу и уже идут изменения. Вы делаете то, что вам нравится. Вот отражение какое-то можно еще сделать. Смотрите. Наше отражение ушло. Вот таким образом. Можно сделать свечение какое-то. То есть у нас размах для нашего воображения громадный. И здесь поворот. Смотрите, как можно поставить нашу надпись. Как вам нравится. А вот давайте-ка вот так поставим. Сейчас мы немножечко переместим. Нет. Вот так поставим. И есть еще одна вкладочка. Вот такой преобразователь. Что он дает? Смотрите. Как меняется наш текст. То есть с каждым разом ваша надпись будет выглядеть совершенно по-другому. Ну, а давайте так оставим. Все. Вроде как мы с этой надписью поработали. Пока. Переходим к следующей надписи. Также мы ее выделяем. Также у нас вкладочка средства рисования. Но здесь мы можем сделать совсем другое. Типа этих баннеров мы не будем делать. Все-таки мы должны сделать в одном стиле. А вот цвет мы поменяем. Давайте здесь сделаем другой цвет заливки. То есть у нас здесь желтый. А мы выберем... Ну, пенточка зелена. Вот такой вот. Окей. Так. Неправильно я вам показала. Надо выделить надпись. И вот цвет у нас уже выставлен. Вот у нас какой цвет получился. Смотрите. Теперь мы это выделяем еще раз. И возьмем уже контур. Вот такой возьмем. Красный. Ну, и давайте сделаем так же. Можно, конечно, и так сделать. Давайте сейчас вот так вот у нас будет. Смотрите. Можно даже еще вот так вот и повернуть. Да? И вот типа на дорожечку. Сделали мы. Что еще мы можем сделать? Ну, преобразование мы не будем делать. Так как у нас идет по дорожечке. Итак. Надписи мы сделали. Для наших надписей мы сейчас можем поставить анимацию. Для этого мы выделяем этот элемент и нажимаем вкладку «Анимация». Как же наша надпись будет появляться на нашем слайде? Для этого мы заходим во вкладку «Анимация». Открываем всю вкладочку и выбираем. Первое. Мы должны с вами выбрать вход. Вот смотрите, я просто навожу на тему и у нас появляется. Можно выбрать вот здесь «Дополнительные эффекты входа». Очень удобно, что выпадает у нас табличка. И вот здесь мы уже начинаем выбирать, как у нас будет. Ну, давайте, вот смотрите. Вот такое можно выбрать. Прямоугольник. Так, что еще? Ну, вот часовая стрелка. Вот, пожалуйста, такое. Так, может быть, вот такое. Что же, что же, что же нам выбрать? А вот давайте выберем вот это. «Плавное перемещение вниз». То есть это пойдет сверху. Выбрали. Остановились. Все. Нажимаем «Окей». Но мы не включили область анимации. Как только нажали область анимации, вот здесь наши параметры нашей анимации. Здесь можно настроить. Когда вы готовите презентацию техническую, вы можете появление всех ваших элементов презентации оставить по щелчку мыши. Но если вы готовите какой-то видеоролик, то здесь уже желательно выставить время и, скажем так, чтобы оно автоматически запускалось. Итак, мы сделаем «Запускать» вместе с предыдущим. Что это значит? Это значит, что откроется наш слайд и появится наша надпись. И еще. Выставляется время. Заходим сюда и выставляем время. То есть, вот у нас уже стоит с предыдущим и появляется очень быстро. Давайте поставим среднее время 2 секунды. И вот наша надпись появилась. Работаем со следующей надписью. Точно так же. Выбираем для нее анимацию. Так, что же нам выбрать? А вот давайте вот это вот возьмем «Появление». И здесь мы поставим «Запускать вместе с предыдущим». Понимаете, что это значит? Что? Вместе с предыдущей записью. И выставим время. Так же 2 секунды. Окей. И теперь давайте посмотрим, как же будет все у нас выглядеть в целом. Запускаем показ слайда. Вот таким образом у нас настраивается надпись, любая надпись. Берется любая анимация и выставляются ее параметры. Итак, сегодня мы научились делать надпись, работать надписью. Всего вам доброго. Удачи. С вами была Александра Гублева. В следующий раз мы будем загружать картинку на наш слайд и работать с ней. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok